К новостям края. Развивать промышленность, создавать рабочие места и держать планку социально ориентированного региона. Такое направление выбрано для развития экономики края. С ежегодным посланием к депутатам краевого парламента выступил губернатор Виктор Басаргин. Глава региона подвел итоги работы правительства и наметил конкретные планы на следующий год. Краткое выступление губернатора перескажет мой коллега из Пермиру Стамбагизов. Промышленность, новые рабочие места и социальные гарантии. Эти три направления будут главными в развитии Пермского края. Такой вектор сегодня задал губернатор Виктор Басаргин в своем послании к депутатам краевого парламента. В основе региональной экономики остается самая сильная отрасль края – промышленность. Рассчитываю, что в ответ в этом году вы, уважаемые представители промышленного сектора и бизнеса, как и ранее, проявите в полной мере свою социальную ответственность. Не допустите ни неоправданных в это непростое для людей время сокращений, ни поспешного снижения заработной платы. В этом году продолжится реализация крупных инвестпроектов. В их числе кластер ракетного двигателя строения «Технополис Новый Звездный», где к 2020 году появится 3000 новых рабочих мест. Фотоника и новый калийный кабинет Еврахима, где трудоустроят 2000 человек. Особый оптимизм и уверенность нашим выпускникам передают слова о новых инвестиционных проектах. О том, что Пермский край будет содействовать организации новых производств. И это будет именно высокотехнологичное производство, которое позволит нашим выпускникам получать интересную, востребованную работу. Промышленная сфера должна дать мощный импульс к развитию социальной инфраструктуры. Важнейшее достижение прошедших трех лет – ликвидация очереди в детсады для малышей старше трех лет. В Крае удалось открыть 134 новых дошкольных учреждения. Перспективная задача – развивать следующее звено. Прошу обратить внимание на следующий шаг – очередь в детские сады и для детей до трех лет. Эта проблема также должна быть решена, поручая правительству разработать специальную программу для решения этой задачи. В этом году мы вступаем в новый масштабный проект по строительству школ. Сформирована предварительная программа на перспективу до 2025 года. Необходимо построить 65 новых современных школ. Первая школа в рамках этой программы будет сдана уже в этом году. В 2017-м достроить должны еще три новых здания. Оптимистично звучит построительство новых школ в Пермском крае. Но если опираться на то, как сделана эта задача с дошкольными учреждениями, есть надежда, что и школы будут построены. 2016-й для Краевого Минздрава объявлен годом борьбы с онкологией. А это значит, что в Прикамье будут открываться больницы, фельдшерско-акушерский пункт и продолжится масштабная диспансеризация. Параллельно для укрепления здоровья создают максимально доступную спортивную базу – стадионы, физкультурные комплексы, ледовая арена и футбольный манеж. Нам принципиально важно сегодня сохранить консолидацию в обществе, доверие населения и бизнеса, демонстрировать реальные дела. Считаю, что заявленная мной программа действий позволяет решать эти задачи. Это программа не выживания, а программа развития. Были заявлены очень много целей и задач, которые стоят перед органами власти, перед всем обществом. Это и вопросы экономического развития, вопросы территории опережающего развития, вопросы, связанные с импортозамещением, новые инвестиционные проекты, амбициозные проекты, которые власть собирается начать реализовывать в этом году. Еще одна важнейшая задача для всех территорий Прикамья – создание благоприятного инвестклимата. Пермский край должен стать интересным для бизнеса. Рустам Багизов, Часпик.